Яков Михайлович Свердлов, революционер-большевик, советский политический деятель. Является одним из руководителей Октябрьской революции. Был практически вторым в стране после Ленина. Всем привет, с вами канал История Мира. Сегодня мы вам расскажем историю жизни, а также загадочную смерть Якова Свердлова. Приятного просмотра. Яков Михайлович – уроженец Нижнего Новгорода. Он родился в Мещанской еврейской семье 22 мая 1885 года. Его родители перебрались в Нижний Новгород из Полоцка Витебской области. Семья Свердловых была многодетная, родители растили шестерых детей, четверых сыновей – Зиновий, Яков, Вениамин, Лев и две дочери – Софья и Сара. Отца революционера звали Михаил Израилевич, но по метрической книге его имя было Моисей, мать звали Елизавета Соломоновна. Отец по профессии был ремесленник-гравер, также семья имела типографскую мастерскую. Историки и исследователи считают, что и фамилию и имя Яков Михайлович изменил. По их предположениям, которые основываются на записях, хранящихся в Центральном архиве Нижнего Новгорода, что при рождении у Якова было имя Ёшуа Соломон, а фамилия была Гаухман. Яков со своими братьями учился в Нижегородской мужской гимназии. Он закончил только 4 класса. Яков был прилежным учеником, особенно его хвалил преподаватель математики. На летних каникулах в 1900 году умирает его мать. Материальное положение в семье стало значительно хуже, и отец забирает своих детей из учебного учреждения. Всех четверых он устраивает на работу. В этом же 1900 году юный Яков становится учеником аптекаря. Мальчик увлекся чтением специфической литературы, например, ему нравился Степняк Кравчинский, революционер-народник, к тому же еще и террорист и убийца. И Яков становится подпольщиком. Информации о его юношеских годах совсем немного. В эти годы известно, что ни он, ни его братья в Нижнем Новгороде ни разу не привлекались за воровство, и на них не заводились никакие уголовные дела. В 1901 году Свердлова арестовали за участие в протестной демонстрации, поводом которой стала ссылка Максима Горького. В 16-летнем возрасте Яков становится членом российской социал-демократической рабочей партии. А в 1903 году он уже революционер и большевик. Яков ездит по стране и агитирует народные массы. Он посещает Екатеринбург, Кострому, Казань. На Урале он пробует возглавить местный комитет РСДРП. Яков Свердлов организовывает группу, в которую входят и уже имеющие опыт подпольщики, в их числе и преподаватель университета Батурин, Авейди, Михаил Заводской, руководитель боевой дружины Сыромолотов. Яков Михайлович становится инициатором выступлений революционно настроенных людей в Екатеринбурге. Знакомится с Кодомцевым, который является руководителем местной дружины. Благодаря этим связям Свердлов становится популярным среди рабочего класса. Там же в Екатеринбурге, в 1905 году он основывает Совет рабочих депутатов. Организовывает протестные выступления, обучается практике боевых дел у Кодомцева. Позднее он привезет этих дружинников в Санкт-Петербург, для обучения и организации боевых дружин рабочих в городе на Неве. Все эти мероприятия только добавили Свердлову известности как руководителя массами. А затем перебирается в Пермь. Теперь в полицейских сводках его фамилия часто фигурирует. Его не один раз арестовывают и даже сошлют в ссылку. Но время, проведенное в застенках, он оборачивает в свою пользу. Он занимается самообразованием и подбирает себе новых единомышленников. С 10 июня 1906 года по осень 1909 года он пребывал в тюрьмах на Урале. Под арест попали и его сподвижники, а также была арестована его жена. А уже в декабре Якова Михайловича арестовывают в Москве, во время его ревизии Московской организации РСДРП. И в марте 1910 года его высылают в Нарымский край, ссылку он должен был отбывать 3 года. Но он завязывает переписку с Владимиром Лениным, а через 4 месяца совершает оттуда побег в Петербург. 5 мая 1911 года его опять приговаривают к ссылке туда же, только уже на 4 года. В 1913 году он жил вместе с Иосифом Сталиным в ссылке в Туруханске и вспоминал, что будущий вождь народов отличался эмоциями и весельем, как настоящий грузин. Но совершенно не умел спорить по политическим вопросам, ввиду отсутствия знаний. Сталин всегда проигрывал Якову в шахматы, а потом сердился и пытался отыграться. Вражды между ними не было, скорее наоборот. Освободился Яков Свердлов весной 1917 года и сразу направился в Екатеринбург, для организации работы партийной конференции, задачей которой стала подготовка восстания на Урале, это был запасной вариант, в случае неудачи в Петрограде. В апреле 1917 года он впервые встречается с Лениным. Впоследствии он будет выполнять его поручения. С этого времени Свердлов проводит просто колоссальную работу. Он организовывает расстановку кадров на самые значимые посты, налаживает связи между партийными структурами, курирует фабричные и заводские комитеты. На митингах, которые проходили 3-4 июня он главный оратор, после выступления его окрестили черным дьяволом большевиков, по цвету его кожаной куртки, с которой он не расставался. Когда большевиков объявили контрреволюционерами, Свердлов лично спрятал будущего вождя революции, а позже перевез Ленина в Финляндию. Сам же Яков Михайлович все это время находится в Петрограде и воплощает в жизнь планы Владимира Ильича. На историческое заседание ЦК, которое состоялось 10 октября 1917 года, он пришел в должности председателя, там он получает новое назначение члена военно-революционного центра, который был создан руководить восстанием. На этом заседании и было принято решение о вооруженном захвате власти. Февральская революция завершилась победой большевиков, Николай II отрекся от престола. Монаршую семью вместе с бывшим царем отправляют в Тобольск, а затем переправляют в Екатеринбург. Решение о казни царской семьи было принято в 1918 году. Летом того же года Филип Голощокин, который занимал пост уральского военного комиссара, приехал в Москву для решения вопроса и судьбе семьи Николай II. Многие историки утверждают, что непосредственное решение о расстреле приняли Ленин и Свердлов. И только после этого Уральский комитет постановил на заседании, что монаршую семью нужно убить в полном составе. В ноябре Ленин предлагает назначить Якова Михайловича Свердлова председателем в ЦИК. На новой должности он занимается организацией советской власти. Он формирует президиум ЦИКа, пытаясь придать ему политическое значение. В связи с этим у него возникают разногласия с Советом народных комиссаров. К 29 ноябрю создана четверка лидеров, которые решают все вопросы. В этот состав вошли Ленин, Троцкий, Сталин и Свердлов. А совсем скоро он станет вторым человеком в стране, в руках которого будет сосредоточена практически вся власть. 5 января 1918 года состоялось учредительное собрание, первое в истории новой страны. Также он председательствует в комиссии по созданию Конституции РСФСР, которая объявит в стране диктатуру пролетариата. На майском заседании в ЦИК в 1918 году Яков Свердлов разделит крестьянство на бедняков и кулаков. Также он является инициатором жесткого подавления недовольства донского казачества, в результате которого было зверски убито и закопано заживо около 1 миллиона казаков, вместе с их женами и детьми. До весны 1919 года все карательные кровавые акции, которые проводили большевики, были инициированы Свердловым. Левые эсеры, во время мятежа летом 1918 года ставили своей целью арест Свердлова. Но мятеж был подавлен, а зачинщики арестованы. В августе, когда было совершено покушение на Владимира Ильича Ленина, Свердлов подписывает обращение, которое гласит о превращении Советской Республики в единый военный лагерь, позднее будет еще дополнение, постановление о красном терроре. Во время лечения Ленина, Свердлов берет на себя обязанности председателя СНК. Он готовит все документы от лица вождя пролетариата. Яков Михайлович безусловно один из самых опытнейших организаторов политических мероприятий. Он занимался организацией Первого Конгресса Коммунистического Интернационала. Развил активную деятельность в Белоруссии, Литве, Украине. Ленин уважал Свердлова и считал, что он очень много сделал для победы революции. Говорил, что он профессиональный революционер. В 1994 году в Российском государственном архиве нашли письмо Генриха Ягоды, которое было адресовано Сталину. В нем он сообщает, что комендант Кремля обнаружил сейф, который принадлежал Якову Свердлову и который никто не открывал 16 лет, которые прошли после его смерти. В сейфе было обнаружено царских золотых монет на астрономическую сумму 108 525 рублей и более 700 золотых украшений с драгоценными камнями. А также бланки паспортов и некоторое количество из них уже заполненных, царские облигации и еще многое другое. Что касается личной жизни, то будучи молодым человеком, Яков Свердлов вступил в брак с Шмидт, у них родилась дочь, но вскоре они развелись. Уже будучи большевиком, Свердлов сочетается браком с Клавдией Тимофеевной Новгородцевой. У нее в квартире хранился алмазный фонд Политбюро, данная информация говорит о том, что она была его соратницей в революционной борьбе. В 1911 году у них рождается сын, которого назвали Андрей. Он дважды был арестован за антисоветские высказывания. Но несмотря на свою нелюбовь к советской власти, он служил в НКГБ и МГБ СССР. Уже будучи в звании полковника, Андрей Яковлевич вновь попадает в тюрьму, но суд не состоялся из-за смерти Сталина. Официальная версия смерти Свердлова гласит, что 6 марта 1919 года на пути из Харькова в Москву Яков Михайлович заболевает испанкой, и через два дня он добирается до Москвы. Состояние здоровья ухудшалось, и 16 марта 1919 года он скончался. Его похороны состоялись 18 марта, его могила размещена рядом с Кремлевской стеной. Но настоящей причины смерти мы скорее всего никогда и не узнаем. Версий много, по одной из которых его избили рабочие города Орла, есть версии и об отравлении. Недоброжелателей у него хватало. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Всем удачи и до скорой встречи.